В эпосе «Джангар» часто встречаются персонажи буддийской мифологии – Якши, Ракшасы и Шелмусы. Также встречается слово «бирмен», особенно в именах вражеских ханов. Что же означает это слово? Многие переводят слово в изданиях «Джангара» как «бес», «черт», «колдун». Но это неверно. Слово «бирмен» означает «барахман» или «брамин» – высшая каста в Индии. Социальная структура индийского общества была образована четырьмя сословиями – «варнами» – сословием брахманов – жрецов и ученых, кшатриев – воинов и царей, ващиев – земледельцев и торговцев и шудр – ремесленников и наемных работников. Принадлежность к кастам определялась исключительно по рождению. Как представители высшей касты Индии попали в калмыцкий эпос? Этому есть простое объяснение, и связано оно, конечно же, с буддизмом. Барахманы в Индии всегда занимали главенствующее положение, но из касты кшатриев – воинов и царей – возникло течение аскетов-шраманов, искавших абсолютную истину. Из шраманизма в VI веке до н.э. вышли три новых религиозных течения – буддизм, джианизм и адживика. При этом основатели буддизма Сиддхартха Гаутама и основатели джианизма Вартхамана Махавира были выходцами из воинок шатриев, а лидер адживики Макхалия Гасала и вовсе происходил из низкого сословия. Таким образом был подорван авторитет брахманов, приведший к многочисленным религиозным диспутам и спорам. Будда критиковал брахманов за кастовость, но среди его учеников было много людей, относящихся к высшей касте брахманов. Одним из них был Шарипутра. В одной из притч он пришел по споре с Буддой. К тому времени Шарипутра победил многих шраманов и имел огромное количество учеников. Будда спросил его, «Вас интересует истина или ваша победа? Вы познали истину или вы пока еще просто ученый?» Шарипутра ответил, «Я не могу утверждать, что я познал истину». Тогда Будда сказал, «Я готов спорить, но возможен ли спор? Я вижу свет, вы нет. Я не смогу объяснить вам, что такое свет. Так что, если вы заинтересованы в истине, а не в победе, оставайтесь здесь». Шарипутра обратился к своим ученикам, «Больше я вам не учитель. Я остаюсь у ног этого человека как ученик. Если хотите оставаться, оставайтесь и вы». Вот таким образом происходили диспуты Будды с брахманами. Торчинов пишет, «Буддийский философский дискурс во многом имеет полемический характер, поскольку буддисты, отстаивая превосходство своего учения, активно полемизировали с представителями других течений и школ, прежде всего с представителями касты брахманов». Именно постоянная дискуссия буддистов и брахманов во многом обуславливает развитие философского дискурса у обоих субъектов этой дискуссии, стимулируя и буддийскую, и брахманистскую мысль. Исчезновение буддизма из Индии подрывает и креативность брахманской мысли, которая становится все более консервативной, застойной и склонной к теологическим, нежели к собственно философским спекуляциям. Задачи в разработке стратегии ведения полемики обусловили интерес части буддийских мыслителей к проблемам иристики, искусству красноречия и аргументации, а затем и логики. Теперь обратимся к эпосу. В джангаре многие вражеские ханы имеют имена со словом «бирмэн», например, «шарэ бирмэс хан», «тэкэ бирмэс хан». Также есть оскорбительная фраза в отношении врагов, например, «хорта бирмэн», «ядовитый брахман». Как брахман может быть ханом, царем? Ведь брахманы из касты жрецов, хоть и высшие, но они не могут быть царями, ведь царями могут быть только кшатрии. В эпосе все действия нереальные, а враги внутренние, поэтому ханы, имеющие такие имена, имеющие свои царства, олицетворяют неверные воззрения, деления на касты в Индии. Таким образом, эпос нас отсылает к религиозным диспутам между буддистами и брахманами. Также он нас учит, что нельзя делить людей по социальным статусам. Герой эпоса сражается и побеждает в борьбе с неверными воззрениями. Ачир Терпатай. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка «Далунхойрхудл. 72 небылицы», рассказ-диалог «Кемельхын. Приметы 25-го позвонка овцы» и образец гаданий «Далуншиндже. Гаданий по бараней лопатке», представленный в очерке народного поэта-калмыкии Константина Эрендженова, это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные, яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке. «Mendift NB. Здравствуйте, это я». Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обучаях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание, как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки, начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране.